Рак Всем привет дорогие друзья Всем кто сегодня здесь с нами в эфире Всем кто стоит с нами на связи здесь Я приветствую категорически всех Попробуй отгадать в каком городе мы едем Пожалуйста Есть предположение Есть предположение где мы едем С номером машин пальцем за крошек не было видно Вот так есть предположение Челябе все есть вы угадали Мы сейчас с вами попробуем Связаться вместе Выйти на связь Войти в эфир Возвращается наша безумная Бешеная рубрика говори говори Но почему же ты молчишь И мы ожидаем подключения Подключения Пока можете познакомиться С местом Который покинул этот город Можете познакомиться Это мой кент у него погонял йод Знаете почему йод? Потому что он йод пьет Как так? Йод пьет Так йод пьет Льет в рот пьет йод Не проходит Давайте еще повтор Как? Где вы? Да ладно Круто 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 Кстати ребят Всем Сейчас подъедем поближе Рекламный пост В Челябинске 10 октября Пожалуйста Максимилиан Замечательная площадка Концерт каста Приходите все И 18-го Кармен выступает там Супер Итак Наша программа Говори Говори Почему ты молчишь? Где мы случайным образом выбираем человека С которым мы выходим в прямой эфир Йод Йоу Йоу Йоауд Йоу Чувствую Чувчу Накрывает Я готов ворваться Это безумно От бешенства фристайл А я здесь Сейчас Шипа добит Шипа добит Разорвися Ну ты магия шипа я не могу еще волной пусть я буду второй сеанс так выбираем выходим выйти прямой эфир фантастика так нет дальше ищем кого еще выйти прямой челябинске супер дороги не продать сделали центр выложить так ожидаем вириасов 86 прямой эфир мне 13 где ты живешь город город скажи город торск оренбургская область сорска сорска там жестко жестко очень не закрывай так пальчиком лицо это модно но не прикольно взрослый дядька покажись чем живет орск в эти дни о чем шепчет чем живет хоккеем да ты гоняешься на коньках гоняешься на коньках да как команда называется южный урал город торск а то команда да я знаю спас еврушин привет и вот как тебя так вырвали что ты потому что у кузи один только друг настоящий стас герушин стас братан ты не против что мы карамана будем назвать ватрушкин ватрушин так мы продолжаем нашу программу говори-говори почему ты молчишь вот меня больше пугать мужчина в усатном заднем сиденье да сегодня все болельщики цска истинные усы надежды вы плюсы надежды одели сегодня все болеем за цска ребята всегда будет первым вот ребят еще напоминаю про концерт стаса стаса 6 ноября мой учитель выступает так присоединяемся ребят и так а вот прямой эфир выводим сейчас а варни на концерт пока можно отклонил дальше продолжаем есть у вас серьезная компашка конечно пишет никто то ли лебедь бибикает товарищ потому что он видит на на концерт почему ты опаздываешь на концерт скажи ты опаздываешь потому что мы спешим а ты опаздываешь не он еще успела как тебя зовут может передать приветствовать прямом эфире все мы тебя обнимаем счастливо удачи да алё ты нам трубы показываешь интересно прямой хорошо удаляем итак продолжаем ребят сенсационное включение наша программа говори говори на почему что молчишь дима коч 10 что-то там еще мы выходим переверни камеру дим все отключился трусишка отключился зайка сереньки кто-то видел киевстонера ребята кто-то цинкните киевстонеру чтобы вышел на связь а вот с кыргызстаном мы сейчас выйдем на напрямую связь с кыргызстаном не уходите из комментария так тихо почему нельзя вместе на связь выйти в прямой эфир заур выходим с собой прямой эфир заур ты кидаешь заявку поверни поверни камеру поверни камеру все понятно заур кидал заявку и не боится повернуть давайте с Толей Лебедев свяжемся да ребят сейчас мы со спортивным комментатором выйдем в эфир с профессиональным с Анатолием Лебедев бутырка выступает концерт бутырка ну здравствуй Толик ну здравствуйте ребята скажи чего ты ожидаешь на сегодняшнем матче Толик скажи честно я только что кстати смотрел молодец скажи за какой футбольный клуб ты болеешь Толик скажи пожалуйста ребята я боюсь вы меня сразу отключите и все и как бы это Димит да все знают что на порта все знают что болеешь за всех вот что ты этот полиглот Толик твои на сегодняшний матч на сегодняшний матч твои ожидания хорошая игра что я могу сказать интересно будет посмотреть будь смелее Анатолик будь смелее не ну если очень смело то мне кажется ну ребята как бы ну предстоит как бы просто предстоит понимаете да да но я буду болеть ты можешь поставить Толик скажи ты можешь сделать мужской поступок и просто на ЦСКА поставить бабу чуть-чуть хотя бы я очень плохо слышу тебя короче опять блять к этой хуйняю Толик может совершить мужской поступок и поставить на ЦСКА денег сегодня что ЦСКА выиграл намного могу да пацаны вам нет сил мы только тоiona а вы понимаете нет так сейчас вот зададим вопросы прямом эфире можете задать вопрос да ты можешь задать прямой вопрос прямой вопрос прямой ростов топил а сейчас за цска топишь это кто кто тебе это сказал кто говорит это или ты просто на диване на диване по поговорила поговорить по керрицу просто подкинуть этот сам кто говорил старик с кем с кем я с кем я болел скажи кто рядом со мной был на трибуне на шизе кто был одного человека назовешь в курсе то есть такого не было да ты хочешь сказать какого такого чего ты не топил за ростов я за свой город топлю за ростов за футбольный клуб не топил я скажу старик я никогда не топил за ростов за как за футбольный клуб хорошо по пенсионной реформе почему-то такие выводы сделать чисто если ты если ты сейчас возьмешь калькулятор и немного потратить свое времени ты поймешь что по-другому невозможно уже поступить к сожалению или к счастью это просто или ты просто поддерживаешь модную тенденцию что это просто плохо и все очевидно что это плохо что позднее поздний выход на пенсию у людей пожилого возраста конечно хорошо чисто математически это невозможно будет сделать по-другому потратить немного времени с калькулятором и посчитать сколько работающих людей останется через пять лет в россии и скольким нужно будет обеспечивать пенсионы и скольким нужно будет обеспечивать пенсионный фонд потратим немного это точно такой же вопрос потратить это правда что эти все деньги были украдены государством и теперь просто простому народу приходится действительно отгребать деньги профукали старик тебе же очевидно это или нет деньги делись куда-то еще и просто и других вариантов нету это как это как дома вот и у слава богу слава богу ну вот мама есть папа мама умерла нет отец есть а отец вот смотри вот тебя задерживая милиция и приходится весь семейный бюджет отдать на на то чтобы тебя откупить от милиции и ты потом приходишь даешь я хочу новые кроссовки не без сынок я не знаю мне такого не было я же должен я же должен во что-то обуваться они говорят стыдок вопроса нет денег просто ссорить или потеряли деньги все ты можешь кота чему это говорю потому что реальность она вот такая ничего с этим больше чему ты спрашиваешь просто получается ты поддержал государство больше был вообще-то ничего не говорю по этому поводу что еще раз я понимаю что но получается ты просто поддержал государство то есть в том то что я не поддержал не старик я не поддержал государство в том что день денег просто нет а что ты сделаешь ты против против реформы и сделать и через сделать ничего это не сделаешь, ну просто за счет поддерживать. Что значит поддерживать, старик? Вот о чем ты сейчас говоришь? Ну, за... Это необходимая мера, это вынужденные операбельные меры, которые необходимо будет сделать, и все. Здесь не вопрос поддержки, а здесь здравого смысла. Увы, денег нет. Факт это. Остается фактом. Ты можешь сейчас капризничать и говорить, что это пиздец, но что ты с этим сделаешь? Ты как-то по-другому сделаешь? Это как повышение цен на бензин или тариф ЖКХ. Что ты с этим сделаешь, старик? Что ты с этим... Вот ты сейчас что делаешь? Лишь на диване. Что ты с этим делаешь? Вот как ты... Я отдыхаю после тренировки. Давай я тебе задам вопрос. Что лично ты сделал для того, чтобы пенсионная реформа казалась легитимной и адекватной для нашей страны? Лично ты что сделал? Я лично ничего. Ну, как это так так? Как это так, старик? Потому что я еще не пенсионер. Знаешь, в чем вся разница между говорящими людьми и понимающими? Тем, что ты просто поддерживаешь хороший вопрос и участвуешь в нем, так как все об этом говорят. И все. Что ты можешь конкретно для этого сделать? Во-первых, я гражданин Белоруссии. Первый. И что? И что? Дело в том, что... Ну, а ты не можешь выйти в одиночный пикет? Или ты боишься просто? Можешь выйти в одиночный пикет? Ты в Белоруссии где живешь? Скажи, пожалуйста. В Минске? Вот, я предлагаю тебе выйти просто под президентский палас и растянуть, там сказать... Я против пенсионной реформы в Российской Федерации. Мне кажется, хорошая инициатива. Ты молодец. Давай сделаем так. Ну, ты заявишь, по крайней мере, о том, что твоя позиция, она гражданская. Нет, так ты... Это же я у тебя... Ты же у меня поинтересовался, как я оцениваю... Нет, подожди. Ты же у меня поинтересовался, что я сделал, и как я оцениваю пенсионную реформу. Теперь я у тебя спрашиваю, а что ты для этого сделал, чтобы высказать свою позицию? Просто после тренировки довольный, покушавший, валяешься на диванчике, и просто ты... Ты поддержал пенсионку! Ты даже не разобрался в моих словах, что я сказал, понимаешь? Уже сделал свой вывод и просто запустил вот... Это самое... Дред, понимаешь? Я тебе только об этом говорю. А татуировка у тебя на руке прикольная, кстати. Когда ты будешь на пенсии, она уже сползет, я думаю, у тебя на ладонь. Будет улыбаться. Зачем? Сейчас выжигают. Зачем? На дереве. На пенсию выжгу. В Белоруссии какой, скажи, пожалуйста, пенсионный возраст? Выкатанная пенсия. Тоже такой же, походу. Походу или ты не знаешь, я не в курсе? Да он не знает, конечно. Он просто по верхушкам надергался. Нет, пенсионер. В этом... Ты понимаешь, в чем все дело? В этом вся проблема наша, что мы все вроде вместе понимаем, что это не очень, а как ни чуть глубже, мы только на вершках. Пенсионная реформа – это плохо. Конечно. Да вообще мне не хочется получать пенсию в нашей стране. Она маленькая. В каком бы возрасте я не вышел на пенсию. Понимаешь? Я предлагаю сделать как в Америке. Вообще вариант получения пенсии очень маленький, да? Предлагаю сделать как в Америке. В свободной стране. А в Белоруссии супер будет. В Белоруссии, мне кажется, что у вас обеспечивают хорошую, достойную жизнь, достойную пенсию. Нет? Не знаю. Не особо. Ну как? У меня отец военный, вроде нормально. У меня отец тоже военный. Не, ну тебе нравится все, что в Белоруссии происходит, или нет? Не совсем. Ну так надо вставать и делать, что ты валяешься на диване. Я сейчас в Москве живу. Там невкусно, да? Ой, в Белоруссии не очень, да? Ну, в Белоруссии не очень... Меньше можно денег заработать. Меньше можно денег заработать. А так, если бы деньги можно было заработать, то жить было бы хорошо. Ты сейчас приехал в Россию, теперь тебе в России не нравится, да? Не, мне все не нравится, но мне не нравится то, что политики... Что я просто так рассудительно разложил вопрос о повышении пенсионного возраста, да? Попробуй доживи еще. Старик, это не факт, что мы все доживем еще до этого возраста. Просто так, может, люди, может, какие-нибудь митинги вы делали, а так уже на тебя же много людей подписано. Они теперь будут думать, что вот, действительно, так адекватно. А так, может, попытались что-то сделать. Ничего не сделаешь, Старик. Давай так, конкретно меры. Сейчас ты предлагаешь меры. Нам сейчас нужно выплачивать пенсии. Откуда мы берем деньги? Не, просто Пусин, во-первых, информацию... Откуда пропали, оттуда и брать. Можно я ему скажу? А? Откуда пропали, оттуда и брать. Каким образом? Для этого нужно что, проводить расследование о возбуждении уголовных дел? Правильно? Да, да. Ну, да, да. Вот. Нужно, необходимо заводить сюда производство. Правильно? Расследование. Путь денег, откуда они были взяты. То есть на это потратится определенное время, да? Да. Ну, вот я слышал то, что принесли миллион голосов в ящиках, то есть к какому-то кремлю или куда. В общем, в день, когда уже написали по поводу этой пенсии, что все официально будет так и так-то. И по этой информации просто она вот так проскочила и ничего не слышно больше. Была она точно достоверна, недостоверна по поводу... Я об этом тоже не знаю. Я об этом ничего не знаю тоже, понимаешь? В общем... Я просто поговорил... Знаешь, как я формировал свое мнение? Я просто поговорил с людьми, которые имеют понимание в экономике, да? И с молодыми просто, которые там складывают два плюс три. Они мне объяснили просто положение вещей и все. Понимаешь? Оно, к сожалению, вот такое все. Нет, положение-то понятно, то что по-другому никак не сделаешь, но дело в том, что... Очевидно, очевидно, что деньги... Давай так скажем, что очевидно, что деньги исчезли. Правильно? Что денег нет просто. Но они не раз исчезли. А? Они не раз исчезли в России. Не раз исчезли в России. Старик, я в этой стране живу много-много лет. Я все понимаю. Понимаешь? Все прекрасно понятно. Очевидно, что они раз исчезли. Не раз сколько бы они исчезли. И для того, чтобы обеспечить через несколько лет выплату пенсии, необходимо сделать вот так, чтобы возраст работающих людей был больше, к сожалению. Для нас все. Понимаешь? Вот и все. Все. И ты можешь что-то, что хочешь, переживать, не переживать за этого. Я поверь, я меньше всего хочу, чтобы мои родители... У меня папа военный, да, он вали первая группа. А маму вообще обманули с пенсией, потому что она работала с 14 лет, учаясь в технике. Жили когда в Белоруссии. Потом Белоруссия развалилась, переезжали. У нее вообще нет пенсии, старик. У меня тоже вот отец ездил, когда СССР развалилась. Ну, мы сами россияне, то есть отец и я в России родился. Просто вот так получилось, что в Белоруссии остались. Но ему сейчас пенсию выплачивают все вовремя. Вроде даже, ну, более-менее такая она как военно-офицерная. Ну, у моей мамы нет пенсии. Вот нет у нее пенсии просто. То есть она, если бы не я, понимаешь? Ну, моя мама не дожила до пенсии, так сказать. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль, Юрий. Поэтому будем ждать и надеяться. Я просто в понимании, вот многие пишут, люди, все с Васей понятно. Ну, просто никто не хочет ни с чем разбираться. Все хотят быстрых, удобных решений. А их, к сожалению, уже не будет. И невозможно, чтобы они были. Быстрых решений, касаемо в этой сфере, точно ничего не будет. Мы их не получим никогда. Хотя хотелось бы. Я тебя понял, я правильно говорю. Так что вот так. Хочется сто процентов, чтобы мы вообще, знаешь, там до сорока работали и уходили на пенсию. Это было вообще супер. Надеюсь, что мы доживем до лучшего. Ладно, все, будем заканчивать. Мы подъехали на концерт. Все, счастливо. Когда нагана будет еще? Пишу, старик, делаю. Пишу, пишу, делаю. Потихонечку. Все, счастливо, удачи. Удачи. Такая у нас, такая у нас лютая дискуссия сегодня, да? Не все вперед. Все, мы приехали на место концерта. Так что, все, всех обнимаем. Всех обнимаем. Тата! Что? Все. А, вот. Удачи. Сейчас с Альбертом поболтаем. Алло, да. Уважаемый, джи. Сейчас, секунду, подожди. Слышно? Слышно? Да, ну что, как? Я тебя что-то не слышу. Сейчас, секунду. Классика жанра. Сейчас, 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 сейчас. Алло, да. Алло, все слышу. Да. Что ты, старик, как дела? Нормально, на концерт приехали. Ты в Читяпинске, да? Да, он, Караман здесь есть. Йо. О, жулик, здорово. Что ты? А конь, господи. А вот. А вот. А Свет, ключи. А Майкл мне писал, я не видел, понял? Я только с Геленджика прилетел. Старик, ты по хорошим, по хорошим, по хорошим точкам. Ну да, после Сочи, думал, Геленджик, заеду и прилетел. Братан, не могу до сих пор после Ростова отойти, под большим очень впечатлением вообще от всего. Спасибо, что позвал, концерт был нереальнейший. Спасибо, все, пошли мы на концерт. Давайте, удачи вас, обнял. Обниматься. Добро, давай. Пока, блин. Все, пока, всех обнял. Угу. Всех обнял.